Друзья, я сначала думал делать, делать сюрприз вам или нет, а потом, где Свет? Свет, Вастёв, Вастёв. Как дела? Будяки, свекунду! Дедушка, здрасьте! Я же обещал приехать. Я думал вам сюрприз сделать, понимаете? Ну, это же в моем стиле, понимаете? Я же еду, я никогда не этот самый, не знаю, потому что... Вы помните, когда я из дому убежал и приехал в клуб? Ну, это там, мальчики! А сколько мне лет тогда было? Лет 12, наверное, да? Привет, друзья! Этот ролик будет более чем насыщенным, потому присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Ведь об этой деревне я часто рассказываю на своих стримах и в роликах, потому пришло время подтвердить свои слова фактами, а также показать вам все те эпичные места моего детства. Поехали! В этот долгий путь я решил взять с собой брательника, но, к сожалению, он просрал два дня учебы, но зато бабушку с дедушкой повидал. Утрецом мы проснулись, попили кофейку и двинули в путь. Пока бежал за маршруткой, поскользнулся, упал, испачкав при этом всю левую сторону. Короче, начало дня было веселое. Зашли к кашоту, взяли по шаверме, пять минут застримили и отправились за петличкой, которая, к сожалению, хреново пишет на мой айфон. Эх, посетили место моей работы 2008 года, о котором я расскажу в следующем ролике, если этот соберет 10 тысяч лайков. И поехали на маршруточку к бабушке. Успели вовремя, так что три часа, и мы на месте. Господа, мы, короче, приехали. Но, правда, трасса находится вот там, и нам придется пешочком... Но к деревне нужно было шагать еще километра четыре, а на улице жесть, холод минус пятнадцать, ветер... Короче, пока дошли до начала деревни, уже были как пингвины. Друзья, снимал я очень много, но чтобы не томить вас длинными роликами, на основном канале покажу лишь самое важное. Остальные 30 минут залью на свой лайв-канал, ссылка на который будет в описании, так что подписывайтесь, друзья. Там будет продолжение истории. Поскольку деревня старая, там есть много чего интересного. Конечно, большинство домов заброшены, еще такое же количество в ужасном состоянии. Кажется, что жизнь тут остановилась. Это заброшенный дом одной семьи, в которой жили красивые девушки, наши подруги. Но дом сгорел, и они уехали куда подальше из этого богом забытого места. Пройдя дальше по улице, мы приблизились к дому моей бабушки. Вот это самый дом моего товарища Сереги, с которым мы жгли камыши. Думал зайти в гости, но потом выяснилось, что ни Серега, ни старший брат Виталик тут уже не живут. Что случилось с ними, расскажу чутка попозже. И, собственно, двинули к бабушке домой. Как дела? Я сначала думал, делать сюрприз вам или нет. Как дела? Дедушка, здрасте. Я же обещал приехать. Я же обещал. Дедушка так разволновался, что не смог сдержать слезу. Из лютого мороза в тепло, в камере запотела линза, так что простите за косяк. Пока сели за стол, пока поболтали, пока вспомнили былое, вот и день подошел к концу. Потому в тот день мы уже решили никуда не ходить. Поскольку съемка в темноте не лучшее решение. Самым большим разочарованием стало вот это. Это тот самый дом, в котором мы с Серегой прятались, когда подожгли камыши. Но местные вандалы разобрали его на материалы, и осталась от него лишь горстка мусора. Вот та самая летняя кухня, в которой моя прабабушка пекла хлеб. Сейчас, конечно, все такое заброшенное, поскольку дедушка с бабушкой уже не в силах за всем ухаживать. С бабушкой также живет тетя с семьей, потому вот и компьютер. Мы с братухой сыграли полчасика в контру, и батарея моя полностью разрядилась. И меня отключила. Хух, как-никак, а дорога выматывает жестко. А теперь начинается самое интересное. Мы отправляемся показывать вам все места, о которых я рассказывал в своих роликах и на стримах. Вот та самая дамба на пруду и место, где нечаянно мы подожгли с Серегой камыши. Вот дальше, прямо возле того дерева большого, мы жгли камыши. Пламя тогда стояло, ууу, жесть. И мы, дабы избежать кары, решили податься в бега по льду. В этот раз я хотел инсценировать наши действия, но лед под ногами трещал так, что мы решили вернуться. Главное было камеру не утопить. Вот там я не знаю, видно или нет, но, сука, лед трещит до такой степени, что сейчас нам, походу, будет надо возвращаться, короче, назад. Идите, кстати, по тем самым следам. Прикинь, сейчас под лед так охуяк. Да, будет весело. Приехал Ростик поснимать. Наснимал. Заебись. Дальше выдвинули к стадиону и школе, в которую мы летом 1998 года пробрались ночью. Вот та самая береговая полоса, где жестко горел камыш. Горел этот камыш, а мы с Русланом вот в конце вот этого пруда мы поймали такую маленькую уточку, ну, утенка, и у него была перебита нога, сломана она. Мы, короче, нашли палочку, привязали палочку к ноге, ну, типа, сделали костыль, примотали, какой-то травка, я не помню, чем Руслан, по-моему, приматывал, или проволочку какую-то мы нашли, и прикинь, какая-то пизда увидела, что мы этого утенка, типа, держим и мытаем ему ногу, и сказала, что это мы ему ногу сломали. Ебать, так было обидно, и, короче, приходим домой, мы там как не оправдывались, типа, рассказывали, что вот, блин, это не мы, и нам, короче, дали пизделей, бам. Мы прошли через стадион и уже решили идти к школе, как на нашем пути встретился дом одной семьи, которая по загадочным обстоятельствам исчезла из деревни. Нас всегда интересовал этот дом, и сегодня оказалось, что для нас двери были открыты. Ну и как вы поняли, короче, оказалось, покажи, что одно окно открыто, непонятно, по какой причине. Как-то оно, как-то, блядь, так случилось, что оно открыто. Ебаный ворот. Ебаный ворот. Тут, короче, вообще пиздец какой-то. Залози. Давай, держи портфель. Я тебе скажу, я в этом доме никогда не был. Смотри, тут есть, смотри, тут есть электричество, братан. А если есть электричество... Бля, ну все сыро, пацаны. Все сыро. Все так заброшено. Икона. Матрасы. Разбитые зеркала. Коллекционное издание. Слышишь? Коллекционное издание мистики ужасы. Пила. Нихуя. Лампочка походу сгорела. Пойдем дальше. Ебаный тут страшно. Пиздец. Я тебе отвечаю. Такая атмосфера тут. Подавленная. Ну, конечно, бедно, блядь. Ну, сука, страшно. Вот прикинь, вот так жили тогда Серега Бойко. И у них вот это, видишь? Я ж никому не врал. Вот. Бетонный пол и сразу на бетонном полу. Ты прикинь, жить так зимой? Бетонный пол и над бетонным полу дорожки. Вот такие. Нету ни покрытия, ни линолеума. Нихуя. Пиздец, пацаны, короче. Блядь, я не знаю, почему они ее позабивали так. Но что-то тут, сука, не так. Мрачное и очень депрессивное место, пропитанное негативом. Оставаться тут больше не было смысла, потому нужно было идти дальше к школе. Это, короче, вот когда мы зажгли, видишь, вот там где-то начинается дамба. И вот здесь вот эта вся, вот эта, ну, береговая линия, вот эта вся горела в камышах, вот аж досюда где-то. Потому что тут, да, тут, ну, вот этот пруд начинает уже так, ну, там уже, блядь, вроде как чище. Так ты посмотри, уже камыша практически нет. То есть он... А вот там его было пиздец сколько. Вот то самое легендарное место, которое мне напоминает о моем старшем брательнике, которого сейчас, к сожалению, нет в живых. Друзья, вы посмотрите на диаметр этого дерева. Посмотрите, насколько оно гигантское. Мне кажется, что этому дереву лет 300, может, даже больше. А вот это, ну, конечно, я так понимаю, дяденька какой-то выкупил это все помещение. Ну, вот это та самая Паньска хата. И я вам сейчас покажу вот это окошко. Тихо, тихо. Короче, вот это окно, которое забито, оно когда-то было, ну, полностью открыто. То есть ты мог себе спокойно туда зайти. Там было электричество. Вот видите, как оно уже потрескалось. А вот два погреба. Вот этот один и вот этот второй. Вот этот второй был открыт. Ну, то есть никто в него не боялся зайти, потому что он там был два метра вглубь. А вот этот, сука, был глубокий и шел аж в конец, короче, этого здания. И реально туда было так страшно заходить, что просто капец. Мы здесь с Русланом сидели вот в этом окне и играли в геймбой. Кстати, в ту ночь, когда мы проникли в школу, я сейчас тебе постараюсь показать. Все уже частное. Я думаю, туда не зайти, там, блядь, собаки. А с собаками шутки друзья плохи. Короче, видите, вот этот навес. И вот там под этим навесом было окно, в котором мы сидели и дожидались, пока, ну, закроется школа. Вот эти строители уйдут. И там на проветривание ставили они одно окно. И мы, короче, решили туда залезть ночью. Сейчас покажу, как это было. К счастью, мы приехали в будний день, потому пробрались в школу без особых проблем. Но прежде чем зайти, покажу вам то самое окно, через которое летом 98-го года мы залезли в школу. Вот там окошко. Когда-то это был центральный вход в школу, а сейчас тут даже следов нет. Но оказалось, что садик уже не работает в связи с тем, что нет смысла отапливать огромное помещение, в котором учатся 12 детей. Потому садик перенесли в школу. Вот, собственно, мы и внутри. Все, мы уже внутри. Заходи. Садик. Тихо. 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 Здрасте. А школа сегодня не работает, что ли? Да. Не работает? Работает. Работает? А как пройти? А класс директора где? Просто я мой. Артур. Детей в школе учится очень мало. Как будто карантин. Но на самом деле их действительно так мало. В связи с тем, что меня заметили преподаватели, я не смог долго оставаться в школе. Но, тем не менее, основные места я вам все же показал. Это то самое чувство, когда ты заходишь, а тут практически ничего не поменялось. Пойдем еще на второй. Так я понимаю, что центральный вход, он, ну, уже не работает, типа, да? Не работает центральный вход? Жизнь кипит, только уже совсем по-другому. Вход устроен, и все. Здравствуйте. Добрый день. Беду Богу. Мы тут снимаем маленький репортаж для домашнего видео. В третьем классе нас? Да. Сергей Бойко. А, ты пометаешь, так как я сказал. Помните? Вот как раз на этом месте мы с Русланом, Виталиком и Серегой лежали под батареей и играли в геймбой в ту самую ночь. А это, кстати, тот самый Виталик, друг детства. Вот это Виталик. Мы после школы отправились в магаз, как тут на нашем пути встретилось это. Пацаны, тут столько всего опасного, что я чувствую, что нужно будет приехать сюда еще разочек. Так ты что? Охуеть. Могила. Банское, вот это, ну типа хранилище. Да не, могила тут, может, собаку закопали. А может, это собака и выкопала, потому что тут закопали кого-то кота, она учуяла запах. Вы посмотрите. Такое подземное логово, тоже из кирпича, вот точно такое же, с такими же впадинами. И мы там тусовались. А сейчас его просто засыпали, прикинь. Это лучшее наше с Русланом было логово. Стильное такое логово, не правда ли? Далее мы отправились в магаз. Внутри магаза даже теннисный стол был. Ха-ха, деревня. Спустились к пруду, где горел камыш. Вот там, за деревьями, росла кукуруза, где мы с Серегой спалили соседа, который жарил там соседку. Он такой единственный среди поля. И вот видите, где заканчиваются вот эти деревья, да? Вот это до этого момента был камыш. И вот оно все тогда горело, когда мы с Серегой, блядь, не сконтролировали наш пожар. Короче, было жестко. Вот там, где такая маленькая полоса, возвышенность, вот там в этих норах земля. Это же все вот чернозем, да, грубо говоря. И в этом пруду вот максимум глубина была, ну, метра два, наверное, не больше. По всему пруду, серьезно. И вот там мы ловили раков вот в этих норах. И вы знаете, лет нам было тогда по 12, наверное, 11. Их было столько, что можно было на вечер наварить, ну, на человек 20. Можно было реально достать вот с норы. Каждый день мы приходили и с нор доставали руками раков. Друзья, вот именно в этом месте, возле этого столба и появился вот этот мой шрам. Как его, блядь, звать? Пивань, блядь, а как его звать? Ой, забыл. Пидорасы. Короче, вот это разбивает мне ебальник вот тут. Я его догоняю, беру вот здесь велосипед. Начинаю его бить, нахуй, этим велосипедом по горбу. Потом, короче, бежим. Это они уже достроили. Забегаю в дом. Там мамка смотрит телевизор. Я ору, типа, дайте мне его сюда. А я такой злой был. Я думал, я его убью. Но мамка, короче, мне дала там какую-то, типа, тряпочку. Я, блядь, приложил, понял. И пошел домой. И в тот же день меня забегает батя. Да, конечно, друзья, холод был лютейший. А маршрутка ходит раз в день, потому мы с Лехой решили пойти пешком на трассу. И уже там ловить хоть какую-то машину, чтобы доехать до города. А потом уже ехать на Киев. Проехали мы огромный круг, около 30 километров. Приехали в ТТИФ и сели на маршруточку. Уже через несколько минут отправились домой. Эх, в метро все лицами в айфонах, а батя, как достал геймбой с кармана. То люди на меня смотрели, как на пришельца. Добрались, в общем, домой, друзья. Два дня очень интенсивных поездок и большой плюс этого путешествия – это то, что я повидал бабушку с дедом. Большинство дней моего детства прошли в этой деревне. И вы знаете, тогда меня туда манило большое количество друзей, полная свобода от домашних обязанностей. И главное, это место напоминает мне моего брата. Тогда беззаботные дети видели это место совсем по-другому. Счастье заключалось в другом. Да и для счастья нам нужно было немного. А сейчас все отмирает. Друзья, с которыми я провел все свое детство, попросту сбухались. Да и не от простой жизни. Серега с Виталиком из-за насилия в семье, по сути, были обречены. Батя их жестоко и постоянно избивал и гнобил, потому это отразилось на их судьбе. Тем более, кем может вырасти человек, если в него не заложить человеческие качества? Но тут уже вряд ли кто-то им сможет помочь. Если хотите, я подробно расскажу о семейном насилии, но боюсь, этот ролик будет слишком эмоциональным, который рекомендуется к просмотру далеко не всем. А осадок от поездки все равно остается. Время идет, а жизнь в таких деревнях попросту стоит на месте. Замирает и останавливается. Я никого не пытаюсь заставить жить иначе, но все же, когда смотрю на это средневековье, в голове не укладываться. Как тут можно выжить? Ведь в таком забытом уголке земли деградация неизбежна. А единственным видом развлечения является водка. А вот потому все так. Спасибо всем за просмотр, друзья. Ставьте лукас, если видео пришлось вам по душе. 10 тысяч лайков и я выкладываю полную версию этого путешествия на свой лайв-канал, ссылка на который будет в описании. До скорого, друзья. Тихо! Субтитры сделал DimaTorzok